Макет мельницы. Везде можно подойти, попробовать масло, оливки. Выпечку они бесплатно предлагают. Сегодня 25 ноября и завтра 26 еще у старого бара проходит маслиняга. Это праздник, посвященный первому сбору урожая маслин. Ну, может и не только первому. В общем говоря, это вкусная такая ярмарка, где можно что-то пробовать, что-то купить, причем недорого. Очень много домашней продукции, которую никогда не попробуешь в ресторане. А это хозяйки сами делают, что-то выпекают, какие-то паштеты делают из маслин. Сейчас будем все смотреть. Капусточка квашеная, я ее обожаю, прям с помидорчиками зелеными. Надо попробовать, да? Попробуем. Вкусно, но горьковая, да. Я не люблю, когда горчит. Вот Балканы, да? Одни мужики по кафанам. Собираются, пучкуются, сплетничают. Не хочешь яблочко такое? Нет? Что-то тут раздают. Пойдем посмотрим. Ага, то же самое. Кафаны все заполнены. Для людей это просто повод встретиться, погулять, провести выходной с друзьями, с семьей. Интересные игрушки, да? Наши русские ребята бесплатно угощают чайком, причем таким, знаете, домашним, травянистым. Вот я взяла и вам чай. Бублики тут можно взять. Тут даже шубы продают, смотрите. При том, что я хожу в рубашке в конце ноября, очень жарко, градусов 20. И зачем носить влажную зиму, не снежную шубу такую шапку? Разве что ты живешь на севере страны, где горы. Больше я не вижу причины это покупать. Ну, либо ты хочешь в Россию сикарную шубу отвезти из местной какой-нибудь лисицы. Так, виноградик. Где они его взяли, не знаю. Виноград у нас давно вроде отошел. Может, последний. Вот это очень вкусно, Андрей. Вот это халва называют, но я не знаю, с чего они его делают. На вкус. Ты что подавился? Чем? Бубликом. Оливочки. Всякие разные. Вон, сладости можно попробовать вот там. Все пьют турецкий кофе, гранатовый дикий сок. Заказывают пончики с медом. Кто-то вино попивает, пиво. Кто что. Главное, всем вкусно, красиво, уютно. Ну и тепло. Запахи раздаются непередаваемые. Жаль, что нету передачи запаха и вкуса вот по интернету. Также разливают винцо, угощают. Можно, конечно, Иракию, но мы решили начать с легенького. Живели! Живели! Спасибо вам много. Следующая награда и награда за наиболи род. А властник наиболиего рода у години кое осталось за нами... Субтитры создавал DimaTorzok